Ибо так возлюбил Бог этот мир, что... Дорогие друзья, дорогие, слушайте это слово. Сегодня хочу говорить об Израиле. Вот как-то мне дорого, я и слышал недавно много говорить об Израиле. Но вот и само то, там сейчас опять и до военной действия. Люди страдают постоянно, как будто бы цель этого мира – Израиль. Но ведь Израиль – это ведь что-то особенное. Я трижды был теперь уже в Израиле. Как он опять в 1948 году восстановил из государства. Язык, который уже не говорили, он стал опять языком. Тем языком, на котором были написаны скрижали Господни, когда Моисей был на горе. Что сегодня еще там зелено. Когда-то 150 лет назад приезжал туда Марк Твен и говорит, что я больше никогда не приеду. Здесь как пустыня все. Но сегодня столько много деревьев понасадили. И опять все как-то ожило. Но я вспоминаю, как Иисус относился, когда он видел в духе, что произойдет с Иерусалимом. Как он будет разрушен. Как люди будут страдать. И он плакал. Он говорил в Матфея 23, 37. Мы читаем Иерусалим, Иерусалим избивающий пророков и камнями побивающих постных к тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица забирает птенцов под свои крылья. Вы не захотели. Он переживает. Он плачет за этот народ. Потому что он делал много со своей стороны. Но вот так получилось, что они не приняли, когда пришел Иисус. Основное количество евреев не приняли его. Да, распяли его. Все это так случилось. Но ведь раньше еще мы читаем много всяких обещаний в Старом Завете, которые сказали, что Израиль соберется опять. Да, и вот мне, например, одно из этих мест, я читаю в книге пророка Иеремии 23, 3. И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я их изгнал. Возвращу их во дворы, и будут плодиться, и будут размножаться. Интересно, вот Бог тогда сказал, мы иногда берем это только для духовной части. Те люди, которые покаялись, они тоже стали как бы израильтянами, потому что они дети по обетованию. Обетование Божие было, что во Христе Иисусе придет спасение. Все, которые через него спасаются, они дети обетования. Но и дети израильтяне, это тоже дети. И на них идет благословение. И что вот сегодня опять это Израиль существует, есть их язык. Что эта страна вот так вот развивается. Что постоянно это такая горячая точка в этом мире. Мы видим, так сказать, что Бог здесь имеет дело со своим народом. И мне интересно, если вот так Иисус переживал, да, уже когда он знал, как случится, но тем не менее, он вспоминает, сколько много было сделано для Израиля. Я сейчас год прослушиваю Библию. Прослушиваю, читаю, само собой, но еще и прослушиваю. И когда ты читаешь всю Библию, что же большая доля Старого Завета, Бетхого Завета, пророки, как они все говорят про Израиль, как его наказывают. Как опять появляются добрые цари, потом, так сказать, плохие. И как много Господь работает с этим народом. И вот, так сказать, да, в конце концов, они по всему миру, так сказать, разбросаны. Где-то, казалось бы, говорят в 300 лет и язык теряется у любой нации. Но они сохранили через тысячи лет свой язык. И вот опять они объединяются. Интересно, правда? И когда думаешь, Господь вот так вот, Он держит свое слово. И по сегодняшний день, так сказать, есть люди, которые постоянно молятся за Израиль. Они вот как Иисус переживает за Него и говорят Ему, Господи, помоги, да, чтобы спаслись, чтобы пришли к Тебе. И это в этом тоже великое-великое благословение. Для меня это и другой вопрос, что я думаю, Бог, вот как Он там пообещал, так Он все-все-все сдержит. Все, что Он сказал когда-то, так же придет когда-то суд на этой земле. Эта земля, так сказать, она придет, так сказать, все, так сказать, закончится на земле. Да, как Петр говорит, в одном мгновении потом Его церковь, она будет взята с Ним. Те, которые здесь на земле, люди, которые приняли Христа, которые имеют Его в сердце, они будут, так сказать, к Нему, так сказать, взяты. И все остальные, которые раньше умерли, они так же воскреснут и смогут быть им. Так сказано в Слове Божьем. И как мы видим, все исполняется, исполнится и это. И поэтому так важно, чтобы сегодня кто еще не покаялся, покайтесь. Из каких наций бы ни были, и евреи, у них тоже нет другого выгода. Им тоже надо покаяться, прийти к Иисусу, принять Его в свое сердце, поверить Ему, что Иисус Христос уме за грех каждого человека. И когда ты веришь и просишь прощения, Он прощает тебя. И принимаешь Его в сердце, Он может жить в нашем сердце. И тогда мы Его дети на этой планете, тогда мы рожденные Его дети из всех народов. Но я всегда помню о том, что вот мы как привитая маслина, да. Вот маслинное дерево, это как бы Израиль, а мы сюда привитые. И это тоже, чтобы не гордились, там говорит Павел, но чтобы мы помнили и молились, вспоминали в молитвах об этом народе. Я думаю, это так важно. Пусть Господь благословит. Они и так много настрадались во время последней войны, во всех их изгнаниях. Тем не менее, мы видим, что просветает страна. И у них очень много интересных технологий, что просто Господь благословит. Будем молиться, будем так же переживать, как Иисус. Погнал, Господи, благослови их, благослови те все народы, которые вокруг Палестины. И из тех, помоги, чтобы был мир, и чтобы люди спасали через Иисуса Христа. Да будьте Бог славы за все. Аминь. Вечную жизнь.